После выхода ролика про Kia Sportage, о котором я рассказывал и делал отзыв после 5 лет использования, прошло буквально 2-3 недели и хочу сразу сказать, что тот ролик сопровождался продажей автомобиля и выбором нового Я немножечко в прошлом ролике порассуждал на тему выбора нового гроссовера Ну, вкратце затронул эту тему, но на момент съемки того ролика у меня уже в принципе был подписан договор на покупку нового автомобиля и собственно говоря продажи старого, ну я говорю сейчас про Kia И вот спустя какое-то время после изучения рынка, основываясь на собственном опыте, я пришел к выводу, что для меня лучшей покупкой в тех бюджетах, которые я имею и для тех задач, которые у меня стоят, будет автомобиль именно Nissan X-Trail Значит, что я хочу сказать про этот автомобиль Это Nissan X-Trail 2018 года выпуска Это автомобиль переднеприводный, неполноприводный, комплектация SE Автомобиль дорестайлинговый, я знаю, что сейчас будет с конца года, там может быть с сентября появится рестайлинг этого автомобиля который уже появился в США, продается в Украине Ну, в общем-то много где, но пока что в Питере не собирают еще эти автомобили в новом кузове По поводу рестайлинга, те, кто интересуется этими автомобилями, знают, что там изменилось Там изменился экстерьер, интерьер, немножечко какие-то нюансы доработали Ну, в принципе, сделали машину лучше, внешне на любителя, кому нравится, кому не нравится Но, в общем-то, это такой рестайлинг больше похож на фейслифтинг То есть это не глобальный рестайлинг, те же самые двигатели, те же самые коробки Значит, почему я решил машину взять, именно не дожидаясь рестайлинга? Ну, во-первых, сейчас, как многие знают, повышение НДС на 2% Плюс плановое повышение стоимости автомобилей, доллар растет В любом случае стоимости на рестайлинговый экстрейл будут выше, чем на этот Ну, а, собственно говоря, под эту марку удалось получить неплохие скидки За что спасибо дилеру, у которого я этот автомобиль приобретал Ну, процесс покупки нового автомобиля, он, конечно же, приятный Многие со мной согласятся Сверху я не забываю это, почему я regret это? В моем голове, я думаю, что я не забываю это, что я не забываю это Thoughts are feeling endless, sitting up, I'm breathless Анxiety's infectious, I feel so defenseless Betrayed and embarrassed, I hate being open I hate being broken, I feel like a notion Filled up with emotion, anger ain't a potion Rub it on like lotion, I can feel it soaking Reopen the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go какое-то мнение по поводу этого авто после вот моего предыдущего корейца значит по поводу комплектации это переднеприводный автомобиль не полноприводный эту тему сейчас я дальше немножечко затрону значит комплектация se это третья снизу комплектация там идет xe 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 плюс и потом se вот как раз эта комплектация ну и собственно говоря двухлитровый двигатель ну в общем-то комплектация почти что самая базовая хотя для x-trail а база она уже включает себя очень много приятных мелочей мотивация для покупки нового автомобиля конечно же у каждого человека своя и кому-то нужен автомобиль быстрее кому-то больше кому-то проходимее в моем случае автомобиль должен был быть больше ну и немножечко комфортнее чем sportage наверное если честно изначально хотел купить sorento prime но так как цены на prime как играл в предыдущем ролике они очень кусаются и несмотря на то что машина мне нравится кредит я в принципе брать не мог и не хотел то из тех исходя из тех бюджетов которые мог себе позволить в эти бюджеты вставал либо x-trail либо outlander ну либо еще какие-то там kodiaq можно было подобрать но вот но тем не менее я выбрал x-trail я сейчас не буду объяснять почему я выбрал именно его именно в деталях разбирая там каждого конкурента тот же самый kodiaq там и kuga ford и так далее я расскажу непосредственно про x-trail и мои впечатления после kia sportage самое первое что бросилось в глаза и на что я обратил внимание по поводу управления автомобилей по поводу его динамики вот после двухлитрового sportage как таковая динамику x-trail она такая же то есть двигатель тут же по сути мощность та же но немножечко может быть масса автомобиль хотя с учетом отсутствия полного привода здесь нету редуктора то масса такая же наверно как у sportage то есть динамика в принципе от sportage не отличается но ощущение от этой самой езды от разгона они немножечко разные так как здесь вариатор конечно кажется что машина разгоняется ним несколько медленнее чем тот же sportage с автоматом шестиступенчатого в x-trail легче руль определенно где-то до 60 км в час пока он не наливается тяжестью руль гуляет то есть если допустим на sportage уже начиная там с 20-30 км руль довольно таки тяжелый и машина идет хорошо по траектории то когда разгоняешь x-trail и начинаешь трогать руль какое-то небольшое смещение руль легкий и машина начинает вилять на разгоне но по крайней мере у меня такие ощущения именно после спорта по поводу ускорения и реакции на педаль в sportage педаль она немножечко острее вот в x-trail когда нажимаешь она более плавная на динамике это никак не сказывается но в общем-то на стиле вождения наверное сказывается что мне сильно не понравилось в x-trail после sportage это имитация переключения передач на вариаторе зачем это сделали понятия не имею вот была у меня nissan tiana с 10 по 13 год я 80 тысяч на ней наездил и там был отличный вариатор машина разгонялась никаких переключений естественно не было потому что это вариатор очень плавно комфортно и так далее здесь зачем-то впихнули имитацию переключения передач для чего это сделано непонятно это выглядит настолько смешно потому что в том же спорте вот шестиступенчатая коробка она работала настолько хорошо что переключения в принципе были почти что незаметны здесь же на вариаторе в котором нету скоростей как таковых переключение больше заметно чем на гидротрансформаторе sportage ниссановцы зачем вы это сделали но это я не знаю настолько глупо это то же самое что звучание двигателя из динамиков еще бы здесь добавили но для кого это делается непонятно ну это мое такое замечание я бы не сказал что это минус но это какой-то ну это какая-то глупость непонятная на мой взгляд что касается самого вариатора мне эта коробка нравится ничего против нее не имею не считаю что она будет как-то ломаться какая-то ломучая на тяне в свое время 80 тысяч на ней отъезде у никаких проблем не было люди там по 150 200 тысяч ездят без влезания в эту коробку проблем тоже у них не возникает думаю что покупая новый автомобиль на вариаторе спокойно можно там 200 тысяч отъездить и проблем никаких с вариатором не поиметь теперь по поводу двухлитрового двигателя очень много на форумах обсуждений что x-trail нужно брать только с двигателем 2,5 литра я немножечко этого не понимаю почему потому что 2,5 литра он в принципе двигатель динамичнее и может быть даже немножко надежнее ну конструктивно да там особенности двигателя чем двухлитровый хотя опять же надежность она относительно вот но что касается динамики вот сегодня весь день по москве езжу вот сейчас в пробке в химках сейчас поеду там ближе к центру одни пробки то есть какая динамика какой динамики в моем сценарии идет речь я не понимаю если вы живете за городом и там процентов 70 80 ездите по трассе то конечно динамика да то есть там может быть эти 2,5 литра каким-то образом вам будут идти в плюс это конечно лучше двухлитровый двигатель без бесспорно но не настолько критично по крайней мере для меня если честно меня очень удивил расход я сейчас на автомобиле проехал ну условно говоря там 900 километров вот машина новая абсолютно и расход здесь почему-то даже не почему-то очевидно он ниже чем спортейджи заливая я тот же самый там 95 бензин лукойловский на той же самой заправке и здесь расход ну а щекима где-то на литра 2 на сотню он ниже потому что я смотрю по чекам я сейчас стал просто заправляться меньше чем на спорте ну не знаю может быть двигатель более новый может быть там из-за степени сжатия ну я не знаю то есть я не могу сейчас сказать какая какая причина такого такой оптимизации расхода просто в совокупности расход ниже чем на спортейджи это факт то есть это я сейчас вижу на той же заправке с тем же сценарием использования на тех же дорогах первое впечатление по поводу динамики я сказал то есть в принципе для городской езды динамика более чем достаточно и меня она устраивает никаких проблем с динамикой с вариатором несмотря на вот эти дурацкие переключения я не испытываю и в общем-то это нюанс я бы не ставил это в плюс или в минус вот такой вот нюанс такая реакция на педаль такой вот мягкий руль такой вариатор еще что заметил после покупки это шумоизоляция по сравнению со спортейджем может быть в машинах 15-16 года с этим с этим было похуже я читал на форумах что людей шумоизоляция не устраивает ну что она такая средненькая по рынку мне после спортейджа кажется что она в принципе получше сейчас я попробую замерить это шумомером на трассе так сейчас посмотрим вот такие значения показывает шумомерцы смартфона не могу сказать насколько они точные но мне кажется что здесь акустический комфорт несколько приятнее еще что бросилось в глаза после спортейджа это подвеска здесь она тоже жесткая как и в спортейдж в принципе вот в кроссоверах я так заметил что подвеску зажимают тем не менее на тех же самых участках она отрабатывает несколько лучше не кардинально незначительно но процентов на 15-20 все-таки комфорт при прохождении каких-то неровностей лежачих полицейских на x-trail он ощущается он выше это мне так показалось но не только мне кстати говоря супруга тоже это отметила говорит что в принципе x-trail идет несколько лучше по поводу кругового обзора и контроля окружающей действительности ну что вокруг вас происходит я бы конечно плюс записал x-trail потому что здесь большая площадь просу большая площадь окон просматриваемая здесь ниже вот эти карты двери опущены вот кстати спарте сейчас едем новый да но здесь очевидно видно что окна они уже что на предыдущем моем sl3 что вот на этом новом там конечно площадь истекления она меньше и обзорность несколько хуже если конечно пытаться контролировать все что вокруг вас происходит в x-trail в этом плане большой плюс здесь обзорность более чем достаточно как в аквариуме нравится в x-trail тонкий руль после спарты же это сильно ощущается в нем руль был потолще был лучший рельеф можно было как-то ухватиться здесь конечно с рулем но как-то промахнулись в рестайлинговом x-trail руль должен быть другой сейчас это видео такого седла до от автомобиля но кому-то нравится кому-то нет дело вкуса но сам руль должен быть наверно потолще потому что здесь он конечно совсем тонкий кому не нравится можно перешить какой-то чехол одеть не знаю я этого нам делать не буду привыкну к тонкому рулю не сказать что это сильный минус но почему-то я это для себя отменить по поводу управляемости на мой взгляд спарты но по крайней мере мой и несколько хуже держит повороты но держал в x-trail и в тех же самых поворотах примерно в том же сценарии машина стоит лучше на дороге бывало такое что на спарты же на скоростях там около 80 какой-то поворот довольно таки тупой да не острый все равно машина немножечко переставляла заднюю ось может быть из-за центра тяжести не могу сказать все таки геометрия кузова разная у этих автомобилей на x-trail этого не было ни разу я как-то даже вот на тех же скоростях около 80 90 в те же повороты заходил и машину чувствуешь ну что она не уходит в траектории никакая ось не прыгает то есть проблем с устойчивостью нет никакой я бы не сказал что в спорте так сильно ощущалось и какой-то дискомфорт доставляла но тем не менее разница такая есть кто любит там на больших скоростях резкие повороты закладывать конечно наверное x-trail получше с этим бы справлялся по поводу руля такой нюанс когда руль прокручиваешь допустим вот вправо сейчас стоячем положении его прокручу появляется какой-то странный посторонний звук не знаю камера передает это или нет микрофон сейчас попробую еще раз то есть появляется какой-то механический звук как будто бы трение я не знаю что это ну в общем этот звук есть наверное можно это отнести к нюансам потому что я бы не сказал что это какой-то минус глобальный но тем не менее такой звук появляет очень классная панель приборов вообще у всех x-trail по моему начиная с 15 года по сравнению с тем же с портом с корейцами мне она очень понравилась управляется она на руле очень удобно здесь кнопочка enter и и переключаешь и здесь можно выводить на экран различные так сказать опции здесь есть настройки в которых можно отключить парктроники например отключить дисплей поставить громкость ну вот громкость парктроников имеется ввиду дальность их срабатывания здесь же есть например так вот посмотрим настройка шасси так стабилизация торможение двигателем то есть можно все это отключить тоже здесь у нас по умолчанию в x-trail все это присутствует установка часов настройки дисплея можно выбрать машинку какая нравится например который будет отображаться на дисплее основной экран выбрать что будет показываться режим эко например индикатор так вот режим дисплея педали расход то есть можно покопаться в опциях и для себя выбрать те которые вам будут необходимы здесь же есть освещение вот подсветка салона так сигнал поворота моргать три раза так блокировка интеллектуальный ключ так дворники вот включение задних а когда включаешь задние ходовые я так понимаю убирать капли датчик дождя тоже отсюда все это регулируется можно все это включать здесь вот сервис обслуживания когда надо будет то посещать так шины кстати почему-то не показывает нету датчика что ли так не буду сейчас трогать так другое так предупреждение таймер отдыха то есть таймер отдыха даже есть так телефон единицы измерения пробег температура язык русский и так далее сброс настроек так сбрасывать мне ничего не нужно ну и собственно говоря сами экраны здесь вот есть например скорость экран скорости здесь есть здесь можно отмерять поездку расход топлива здесь же дублируется экран с головного устройства если у нас например радио включено здесь оно дублирует и здесь контроль шасси если честно наверное в полноприводные версии это более актуально в моей в моем случае это не так актуально в принципе довольно приятный набор опций можно покопаться выбрать для себя что-то оптимальное но я вот для себя вывел здесь скорость хотя в принципе она дублируется с со спидометра ну тем не менее показывает в цифрах как-то больше в глаза бросается в комплектации se 2018 года подрезали омыватели для фар тем не менее остались передние парктроники особенности комплектации 2018 года se это в том что тканевые сидения сейчас я покажу они не велюровые а действительно тканевые то есть здесь стали использовать такую ткань она выглядит приятнее чем велюр но по поводу износа стойкости я не уверен что она будет лучше потому что вот уже буквально там тысячу километров машина прошла уже какие-то маленькие разводы на сидениях появились вот я сидение даже не протирал ничего не делал то есть вот какие-то белые непонятные заломы всего лишь машина 900 километров проехала я не думаю что это большая проблема да и в принципе тканевый салон мне нравится больше чем кожаный особенно учитывая опыт использования Nissan Tiana с кожей кожа была там отвратительная мне очень она не нравилась зимой холодно летом жарко огромный плюс Nissan после Kia это профиль сидений и удобство посадки эти сидения действительно очень удобные и сидеть в них гораздо приятнее чем в корейце я это для себя отметил и не только я но и пассажиры которых я вожу сзади это у меня жена и ребенок очень нравится посадка что на передних что на задних они мягкие боковая поддержка хорошая хороший профиль очень нам понравились что касается дизайна салона его удобства и материалов которые здесь используются когда я сел в X-Trail первым делом что я ощутил это что я вернулся в Тиану 2010 года только какую-то более современную тут если честно даже вот подлокотник он в один в один как в Тиане такой же профиль подлокотника его геометрия такая же строчка на коже рычаг КПП такой же с такой же кнопкой как была на Тиане в общем то дизайн мне очень нравится это такая современная Тиана хотя конечно добавили много вот этого рояльного лака который теоретически будет затираться и мне это конечно же не нравится но смотрится в принципе это хорошо я его один раз протер жидкостью которая от пыли защищает и пока вот пыль на него не ну садится конечно так если присмотреться пыль есть но держится неплохо вот 3 дня уже как я протер и в общем то пыли как таковой я не вижу что касается царапин они конечно же могут появиться особенно вот на этой части на вертикальной конечно же вряд ли они появятся потому что здесь банально рукой и какими-то посторонними предметами никто лазить не будет наверняка она сохранит свой внешний вид материалы салона довольно неплохие здесь мягкий пластик карты дверей тоже мягкие в принципе все довольно цивильно здесь такая кожа имитация строчечка эко кожа скорее всего здесь тоже кожа на дверях у нас также кожа ну в принципе выглядит довольно прилично за эти деньги которые машины стоят я думаю салон довольно неплохой понимаю что на вкус и цвет как говорится товарищей нет но посидев в автомобилях skoda kodiaq tiguan volkswagen тот же ford kuga салон x-trail мне показался самым приемлемым для меня и по дизайну и по эргономике я понимаю что в немцах тоже классная эргономика и материалы там тоже на хорошем уровне но мне вот дизайн этих немцев совсем не нравится какой-то он топорный мне кажется машина за эти деньги ну совсем уж дизайн какой-то простенький если брать тех же корейцев японцев ну как-то у них поинтереснее но опять же это субъективно на вкус и цвет как говорится электронный стояночный тормоз в отличие от спортейджа здесь на кнопке в тиане он был рядом с педалью тормоза слева ногой включался здесь вот он на кнопочке я что в тиане им не пользовался что в спортейджи крайне редко и что наверное в x-trail тоже эту кнопку буду использовать крайне редко то что он находится здесь для меня ни жарко ни холодно большой минус x-trail что в моей комплектации что в комплектациях повыше это вот это вот головное устройство сейчас я заведу машину включил это головное устройство ну если честно отвратительно какая-то полифония в 2018 году я слушал звук и вот на головном устройстве в комплектации LE и вот на этом головном устройстве звук здесь отвратительный по сравнению с моим спортом и моим китайским устройством которым я пять лет пропользовался на андроиде ну это просто ужас какой-то функционал никакой звук никакой в общем это головное устройство я по-любому буду менять на современное головное устройство на андроиде это сто процентов и я думаю что если бы было головное устройство с экраном с тачскрином я бы тоже его обязательно поменял про это я наверное даже отдельный ролик сниму потому что смена головного устройства и его функционал довольно интерес в общем в X-Trail по умолчанию все эти головники ну это просто отвратительные это как в спортеидже когда у меня стояло головное устройство штатное и я также его поменял на андроид и колонки даже штатные зазвучали совершенно по-другому вот эти вот блины которые здесь идут в X-Trail здесь шесть колонок в моей комплектации то же самое было в спортеидже они гораздо лучше зазвучали вот с новым головным устройством китайским с отдельным процессором аудиопроцессором здесь же естественно никаких отдельных хороших аудиопроцессоров я уверен нету во встроенной магнитоле соответственно это все пойдет под замену сто процентов нижняя консоль по управлению климатической установкой всеми обдувами выглядит довольно хорошо управлять приятно все эргономично интуитивно впрочем как и на спортеидже в свое время очень много читал по поводу работы климатической установки что она некорректно работает и честно говоря я наверное был бы согласен когда ездил на Тиане у меня тоже климатическая установка работала отвратительно я постоянно там подкручивал градусы вот сейчас я какое-то время поездил и в Москве у нас установилась довольно жаркая температура там в районе 30 градусов и если честно я не заметил каких-то критичных отклонений по работу климатической системы в Тиане действительно у меня были проблемы то там сильно задувало то наоборот как-то не хватало мощности вот приходилось крутить здесь я выставил 20 градусов и в общем то никуда их не кручу не добавляю меня абсолютно устраивает температура в салоне автомобиля возможно это исправили в автомобилях 2018 года я в этом не уверен, но хотелось бы на это надеяться кстати еще заметил такой нюанс я сидел в X-Trail 2015 года у меня у товарища есть такая машинка и у него двери передние они какие-то легкие вот мне показались здесь же в свою очередь двери тяжелые как-то они в весе добавили то есть может быть за вот эти 3 года какие-то мелкие недочеты все-таки Nissan устраняет поменяли ткань, поменяли работу климатической установки сделали более тяжелыми двери еще читал про эти машины что есть проблемы с проседанием переднего бампера но меня менеджер в салоне уверил что эту проблему исправили и возможно на машинах 2018 года этой проблемы не появится то есть проседать бампер не будет посмотрим в дальнейшем пока сказать ничего не могу это надо поездить какое-то время хочу отметить работу сервопривода функция очень классная, мне она нравится крайне удобная но в этом автомобиле, на мой взгляд дверь открывается довольно медленно пятая дверь я имею ввиду и очень иногда хочется подойти и подтолкнуть ее рукой помочь ей открыться или закрыться то есть скорость закрытия-открытия конечно хотелось бы иметь несколько большую чтобы все это делалось оперативнее ну как есть, в общем-то и так удобно но закрывается, на мой взгляд, чуть-чуть медленно теперь самое приятное почему, собственно говоря, после спортейджа я выбрал именно эту машину это удобство заднего ряда сидений для моих маленьких пассажиров моих детей, супруги и, собственно говоря, самого багажника а также трансформации салона сдвигаются сидения заднего ряда можно их двигать и изменять полезную площадь багажника это очень помогает сейчас я покажу, открою, как это выглядит из багажника это очень помогает, когда возишь какую-нибудь коляску габаритные грузы, я это уже успел оценить вот так вот это выглядит и при этом те же самые сидения опускаются в ровный пол то есть здесь нету никакой ступеньки небольшой наклон, конечно, образует спинка задних кресел ну, в общем-то, не критичный в автомобилях 2018 года убрали вот эту нишу здесь была ниша в автомобилях с 15 по 16 и стали ставить полноценную, полноразмерную запаску на литом диске соответственно, багажник чтобы сделать его максимальный полезный объем достичь каким-то образом надо эту запаску менять на докатку по поводу багажника если сравнивать его с Kia Sportage моим предыдущим, то он, очевидно, немножко больше хотя, если смотреть на сухие цифры кажется, что объем багажного отсека допустим, в том же Sportage он такой же, а даже немножечко и больше на самом деле это не так я это проверял на своей коляске сейчас я вставлю фрагмент ролика в эту машину у меня полностью влезает шасси с люлькой и вперед еще дети спокойно садятся в автокреслах в то время как в Sportage я шасси с люлькой уже положить в багажник не мог хотя, по документам, по бумагам багажник там, по сути, такой же если брать литра но здесь сам багажник, сама его геометрия она более правильная здесь вертикальная задняя дверь пятая не такая скошенная сейчас я опущу ну, она тоже, конечно, скошенная но не до такой степени, как в Sportage у меня была для себя я сделал вывод что багажник X-Trail подходит для моих нужд гораздо больше не смотря на то, что по цифрам примерно там литраж одинаковый за счет геометрии, за счет трансформации салона здесь намного все удобнее и продуманнее для действительно такого семейного использования в принципе, внешне это машины это чистый универсал с чуть повышенным клиренсом то есть это такая колбаса такая же, как и Mitsubishi Outlander по длине не сильно высокая, потому что это не внедорожник и внешне это тоже не внедорожник это такой хороший универсал ну, я его, по крайней мере, так воспринимаю хороший, современный с приличным дизайном в меру сдержанный хотя, конечно, маркетологи позиционируют эту машину как какой-то внедорожник все-таки я, как потребитель даже на холодную голову понимаю, что никакой это не внедорожник это чистой воды универсал но очень красивый с правильным багажником для меня с таким, какой должен быть у универсала с правильными габаритами кстати, по поводу свесов и геометрической проходимости у этого автомобиля со свесами дела обстоят хуже, чем у предыдущего Т31 X-Trail и даже хуже, чем у моего предыдущего Спортейджа ну, вот, для примера сегодня подъезжал к бордюру к которому я обычно раньше подъезжал на Спортейдж и никаких проблем не испытывал а на X-Trail я заметил, что чуть-чуть задел глушителем этот самый бордюр хотя, по сути, там не такой он и высокий сейчас я вставлю фрагмент и это не то, чтобы неприятно но это такой нюанс то есть уже немножечко глушитель здесь как-то опущен как оказалось, да? да и в принципе сама передняя губа под передним бампером да и под задним она несколько длиннее, чем на том Спортейдже то есть геометрическая проходимость здесь похуже с капотом, в принципе, ничего нового все тот же двухлитровый движок говорят, у нас в России идут аккумуляторы повышенной емкости проверим это зимой но Спортейджи аккумулятор я менял я рассказывал в предыдущем ролике и он у меня не заводился там в лютые морозы посмотрим, как с этим справится X-Trail кстати говоря, по поводу прогрева этих машин тоже ходят на форумах такие слухи, разговоры о том, что она прогревается очень плохо салон прогревается плохо из-за двухлитровых двигателей на этот автомобиль мне установили предзапуск сигнализацию с предзапуском соответственно, машину я буду заводить и прогревать заранее посмотрим, как X-Trail будет справляться с этой задачей с задачей прогрева визуально компоновка узлов мне нравится все сделано довольно прилично здесь есть изоляция по бокам тоже поставили изоляцию то есть выглядит все довольно цивильно, культурно, аккуратно аккумулятор стоит четко, ровно специальная дополнительная здесь фиксация идет вот эта вот струбцин также в базе мне сказали на любых X-Trail идет защита картера вот, я ее дополнительно не устанавливал она уже была на машине установлена от производителя что меня неприятно удивило естественно я это знал до покупки автомобиля что фары здесь не линзованные оптика здесь простая, обычная и причем это в большинстве дешевых комплектаций там XE, XE+, SE по-моему SE Plus даже тоже там стоит нелинзованная оптика ну могли бы уже поставить в 2018 году линзы не так это дорого стоит а на свет этот кардинальным образом влияет потому что здесь штатные галогенки желтые ну отвратительно светят надо их менять будет, что-то с ними подумать потому что этот цвет, который в штате идет в этих комплектациях, ну очень мне не нравится в темное время суток по поводу передних парктроников первый раз в жизни у меня на машине появились передние парктроники и если честно, никакого плюса я от них не заметил никогда проблем с габаритами у меня не было что Тианы, что Спортейдж, что Dodge Avenger и машины довольно таки длинные у меня были никогда передним бампером ничего не задевал но здесь они идут в моей комплектации и их можно конечно же отключить но пока я ими пользуюсь не знаю, может быть привыкну пока я пользы не заметил да пищат, но я и без них знаю насколько близко я подъезжаю к тем или иным препятствиям еще как отдушно для меня после Спортейджа это вот эти вот рычаги по опусканию спинки кресел конечно же они лучше, чем та крутилка, которая была в Спортейдже но это у меня тема наболевшая я про нее говорю в моих обзорах про автомобильке очень многие отмечают, что нет подсветки кнопок поднятия, опускания зеркал меня это абсолютно не парит, не напрягает ну не знаю, зачем, кому она нужна почему-то многие это отмечают, что ее здесь нет ну нет и нет, бог бы с ней бесключевой доступ у автомобиля по кнопке вот таким вот образом открывается и закрывается такая же дублирующая кнопка есть сзади здесь также она открывается и закрывается эта фишка классная, очень удобная я на Тиане в свое время привык к ней и когда купил Спортейдж, без этой функции очень расстроился, потому что мне она реально нравится бесключевой доступ, это классная тема сзади кнопки для разблокировки нету но мне она и не нужна меня это абсолютно не парит достаточно кнопок спереди и кнопки сзади хотя вот не помню в каком-то обзоре смотрел что человек придрался, что сзади кнопки нет какая разница, ну нет и нет я водитель разблокирую машину с водительского кресла ну максимум пятую дверь открываю, чтобы какой-то багаж погрузить или груз еще в машинах 2018 года идут вот такие вот плавники это радиоантенны в общем-то радио ловит неплохо но как я уже сказал, само головное устройство это без слез не взглянешь, отвратительное пойдет под замену, соответственно плавник не спасает положение штатного головного устройства подлокотник такой же как в Kia Sportage не больше не меньше по габаритам и вот здесь я еще на Алиэкспресс заказал вот такую вот нишу, специальную полочку могли бы конечно ниссановцы сами свою придумать но стоит она, не знаю, 300 рублей ребят, ну машина так дорогущая но поставили бы полочку очень удобно люди были благодарны нет, вот они поставляют машину совершенно голую в общем вот этой ниши здесь сильно не хватает я ее заказал здесь же кнопки подогрева сидений подогрев я естественно не включал 32 градуса на улице здесь же у нас есть охлаждение для подстаканников кстати говоря, тема очень приятная если например горячий кофе немножечко охладить либо просто поддерживать температуру прохладную для какого-то холодного напитка это довольно таки приятно и удобно вот так вот здесь вот вот так вот здесь рычажком это включается и выключается и к сожалению вместо шайбы полного привода в моей комплектации здесь ниша для телефона кстати, здесь ниша совсем маленькая сюда особенно ничего не положишь даже телефон вот Galaxy S9 он полностью сюда не влазит торчит наполовину еще заметил такой нюанс что заряжать телефон вот от прикуривателя вот от этого адаптера Xiaomi на Sportage я мог даже в случае работы в режиме навигации телефон у меня заряжался здесь у меня в режиме навигации телефон не то что не заряжается он разряжается я не знаю здесь может с напряжением какие-то проблемы или еще что-то надо будет с этим разобраться но факт остается фактом что в Sportage проблем с зарядкой не было здесь например та же самая зарядка происходит либо гораздо медленнее либо в принципе не происходит когда телефон работает как навигатор и то же самое по поводу зарядки касается вот этого вот разъема теперь хочу подвести итог после покупки этого автомобиля немножечко объяснить свой выбор и поделиться впечатлениями так сказать в общем ключе значит после Sportage что я могу сказать про X-Trail про этот он более комфортный кажется более современный ну немножечко более современный в плане дизайна салона но опять же это субъективно по материалам и в принципе по езде то есть езда более вальяжная мне это нравится мне нравится вариатор мне нравится мягкая педаль газа я не люблю гонять я семейный человек у меня уже большая семья слава богу и в общем то меня это сильно устраивает то есть по езде мне кажется машина ну для семейного человека несколько лучше чем тот же самый Sportage но Sportage он конечно имеет тоже свои плюсы у него более острый руль у него более отзывчивая педаль газа несмотря на то что динамика та же самая но в то же время и рулежка как я уже говорил заднюю ось немножечко подбалтывает да в отличии от того же X-Trail в общем то это незначительные нюансы но в пользу X-Trail как я уже сказал идут очень удобный салон его габариты хорошая шумоизоляция лучше чем в корейце как себя проявит X-Trail по надежности я сейчас сказать не могу конечно же есть страшилки про вариатор есть какие-то страшилки про мелкие проблемы с допустим там проседанием бампера что стекло опять мягкое кстати говоря что на Sportage я читал на форумах что стекло мягкое что на X-Trail все пишут мягкое стекло я не знаю а где оно твердое тогда вы мне скажите если оно везде мягкое хотя на том же Sportage я рассказывал у меня всего один скол появился за 5 лет никаких проблем не было кстати на Тиане нет на Тиане все таки у меня даже менял я лобовое по каске у меня пролетел шип и пошла сеточка ну посмотрим плюс эта машина она оснащена даже в базе гораздо лучше чем кореец здесь есть подогрев лобового стекла здесь есть передние парктроники хотя в принципе мне они не сильно нужны здесь есть климатическая установка здесь приятная панель приборов интерактивная в корейцах конечно немножечко это разбито размыто по комплектациям и чтобы взять машину в хорошей комплектации она уже будет выходить в принципе в те же бюджеты что и X-Trail если я говорю про Sportage хотя по габаритам машины меньше и мне уже не подходит если выбирать корейца мне бы конечно подошел как я уже сказал Sorento Prime но эта машина стоит гораздо больше чем X-Trail то есть за 2 миллиона надо брать дизель это совершенно другие бюджеты а учитывая что у меня критерии были без кредитной покупки то я остановился именно на этом автомобиле теперь по поводу покупки хочу рассказать такой интересный нюанс значит машины сейчас по прайсу стоят довольно дорого даже эта машина переднеприводная в комплектации SE стоит по прайсу там по моему миллион шестьсот пятьдесят если мне память не изменяет но учитывая то что сейчас выходит рестайлинг дилеры охотно идут на какие-то скидки причем довольно существенные поэтому не углубляясь в эту тему скажу сразу что свой спорт я сдал в трейд-ин дилеру Nissan и уже забрал этот автомобиль с учетом трейд-ина моего в принципе итоговая стоимость автомобиля с учетом допов довольно дорогих у меня вышло в миллион четыреста пятнадцать тысяч рублей это значит комплектация SE передний привод сигнализация с предзапуском двигателя полная шумоизоляция днища и арок с подкрылками шумоизоляция Prime сеточка в передний бампер коврики ну вот по мелочи какие-то вещи еще были добавлены то есть вот за миллион четыреста пятнадцать мне удалось эту машину получить значит в принципе назревает справедливый вопрос а почему не полный привод я сейчас попробую ответить значит я даже спорить не буду и знаю что полный привод лучше чем передний особенно на кроссовере у нас почему-то бытует мнение что кроссовер нужно покупать только с полным приводом и в принципе я согласен что если есть возможность купить машину с полным приводом лучше это сделать у меня кстати говоря Nissan Tiana была полноприводная но при этом клиренс был маленький и этот привод полный не всегда выручал вот тем не менее я согласен что если есть бюджет и если есть деньги если вы допустим берете кредит какой-то большой вы готовы пойти на этот кредит то конечно лучше переплатить и взять машину с полным приводом она вас будет выручать я делал ролик на Sportage зачем в Москве нужен полный привод ролик был очень противоречивый естественно были люди которые на девятках тут везде проедут тем не менее я считаю что полный привод даже в Москве вот прошлой зимой он очень себя хорошо показал с хорошей стороны именно на кроссовере чуть-чуть клиренс выше чем у легковушки полный привод несмотря на то что он не полноценный там с муфтой тем не менее очень сильно выручал как себя поведет переднеприводный X-Trail зимой я сказать не могу но я уверен что критических замечаний конечно у меня к этой машине не будет потому что передвигаясь по Москве и заезжая в сугробы в принципе достаточно высокого клиренса можно по инерции пытаться заехать в сугробы допустим расчистив немножко дорогу выехать но конечно же если бюджеты позволяют лучше брать машину с полным приводом тут спору нет еще такой нюанс что в принципе можно было за эти бюджеты взять полноприводный X-Trail в комплектации X-E Plus но там есть принципиальные отличия бесключевой доступ запуск двигателя с кнопки сервопривод то есть это такие мелочи которыми пользуешься каждый день в отличие от полного привода которым ты пользуешься зимой там два раза в год бесключевой доступ запуск кнопки сервопривод который очень удобно кстати говоря использовать из салона автомобиля с кнопки нажимая вот кнопку открытия багажника эти вещи они как-то перевесили чашу весов в моих бюджетах в пользу именно этой комплектации может быть я зимой об этом пожалею пару дней действительно я наверняка буду об этом жалеть когда там не смогу выехать из сугроба или на горку не заехать но я какие-то тесты проведу я обязательно куплю хорошую резину хаку какую-нибудь восьмую либо девятую SUV шипованную на эту машину и попробую по сугробам полазить в какие-то склоны определенные потому что многие пишут что допустим с массой этого автомобиля заехать на склон довольно проблематично на переднем приводе посмотрим может быть проблематично может нет это надо проверить посмотреть на практике насколько действительно оправдан передний привод или полный в городских условиях пока на моей практике полный привод он полностью оправдан но возможно ли обойтись передним приводом будет ясно этой зимой я обязательно об этом наверное сниму какой-то ролик коротенький совсем отдельный но мне самому эта тема очень интересна потому что экономия на полном приводе при покупке ну в районе 90 тысяч рублей для кого-то может незначительно но покупая машину за наличные и не рассчитывая на кредит все-таки это довольно значительная сумма учитывая что помимо самой машины надо еще будет докупать резину я собираюсь менять головное устройство ну и такие в общем-то мелочи которые для меня довольно важны а еще пару слов хочу по поводу конкурентов все-таки сказать я выбирал автомобиль из таких машин как Skoda Kodiaq Ford Kuga Kia Sportage ну если бы были бюджеты я бы Sorento Prime конечно же взял не раздумывая соответственно Nissan X-Trail Mazda CX-5 значит что касается сразу Sportage они мне по габаритам не подошли по удобству заднего дивана по трансформации по багажнику эти машины сразу отпадают несмотря на какие-то плюсы той же CX-5 которая действительно классный автомобиль и я даже спорить не буду он и по скажем так техническим характеристикам качественным по салону по дизайну машина классная но по габаритам она мне уже не подходит значит что касается Outlander внешне с технической точки зрения Outlander он в принципе схож с X-Trail тот же вариатор те же двигатели там двухлитровый но что касается экстерьера машина выглядит нормально но интерьер у Outlander ну без слез не взглянешь то есть это 90-е года я не знаю уже могли бы что-то придумать ну совсем не нравится ну отвратительно берешь машину там за полтора миллиона интерьер как будто ты бэушку взял 10-летнюю ну это не в обиду Mitsubishi я понимаю что есть фанаты этой машины у меня он тесть на L200 ездит, души не чает ну тут уж вопрос выбора если ты имеешь бюджет и у тебя есть выбор ты выбираешь то что тебе нравится мне Outlander абсолютно не понравился ну по салону ну отвратительно никакого уюта мне он не доставляет хотя багажник там конечно же больше и геометрия даже более правильная чем в X-Trail что касается автомобиля Skoda Kodiaq наверное по уму и самое правильное было бы с учетом цена-качество выбрать этот автомобиль потому что за те деньги за российскую сборку которые там за полноприводный Kodiaq сейчас просят можно взять неплохой автомобиль неплохо оснащенный и он имеет хороший багажник неплохую трансформацию но Kodiaq мне ну вот абсолютно не нравится салон конечно не такой как в Outlander то есть не 90-е но все равно дизайн какой-то ну вот неполноценный мне почему-то кажется топорный что ли мне почему-то кажется что вот ну не хватает чего-то машине вот здесь в X-Trail садишься и себя чувствуешь как ну в полноценной машине уютно все как-то приятно в Kodiaq что-то не то то же самое Tiguan вот все вот эти фольцы недорогие ну недорогие я имею ввиду вот Kodiaq Tiguan это вот не принимая во внимание тоурегии какие-то дорогие модели ну что-то не хватает им хотя очень много фанатов которые все это любят этот дизайн все нравится эргономика я ничего против не имею но лично мне абсолютно эти машины тот же Kodiaq он меня не впечатляет первые впечатления по X-Trail очень хорошие потому что автомобиль все-таки я выбирал на холодную голову без каких-либо эмоций многие выбирают автомобиль на эмоциях кому-то нравится динамика еще что-то но я выбирал автомобиль именно как семейный хороший рабочий надежный автомобиль который мне будет комфортно использовать на каждый день вот собственно говоря и вся логика вся философия многие люди выбирая автомобиль смотрят подобные ролики чтобы почерпнуть для себя какие-то нюансы и возможно эти нюансы они будут ключевыми для кого-то при выборе автомобиля я поделился своим опытом своими впечатлениями от этой машины конечно же со своими сценариями использования со сценариями семейного человека тем не менее думаю кому-то будет это интересно и полезно поэтому всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр!